Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Виктория Зыкова. Российская Федерация – самая большая страна в мире, и впервые Россия названа государством цивилизации. И здесь важно, что в основе любой цивилизации лежат единые духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. Отрасль культуры в целом – это, можно сказать, управляющая матрица этой системы, а театр – одна из опорных ее единиц. У нас в гостях Юлия Юдина, человек, который знает все о том, как строится театр изнутри, какие подводные течения здесь есть, и как работать с самыми эмоциональными людьми, которые призваны доносить до людей смысл. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, чем управление театром как структурой, как организацией отличается от управления любой другой организацией, ну, в частности, и творческой, и организацией области отрасли культуры? Я думаю, что театр и еще, наверное, все-таки несколько организаций, которые называются организациями исполнительских искусств, это могут быть музыканты, да, даже цирк относится к исполнительским искусствам, то есть то, где человек работает сам собой, да, в моменте выходя на сцену, встречаясь со зрительным залом, я думаю, что они как бы действительно стоят особняком, вот, например, библиотек и музеев, где нет вот этой истории работы человека самим собой и постоянного живого контакта с аудиторией. И тут можно как бы сразу сказать, что, безусловно, эти эмоциональные творческие люди, отвечающие за смыслы, они, чем и потрясающее искусство театра и других исполнительских искусств, что они доносят эти смыслы до аудитории тоже через эмоции. Мы обращаемся никогда не к разуму, мы обращаемся к, вот, то есть то, что происходит на сцене, прежде всего вызывает какие-то чувства, и потом уже подключается, да, какая-то аналитика, и ты можешь сказать, о, я тут такое узнал, или это заставило меня задуматься, но сначала это исключительное чувство. Ну вот, если мы берем вот театр как структуру, и мы понимаем, что в любой структуре есть менеджмент, это люди, которые условно имеют экономическое образование и прочее, прочее, там, аналитический склад ума, и есть творцы, которые через эмоции, которые призваны доносить, но помимо того, что они эмоциональны на сцене, они же ведь эмоциональны и в жизни, и чаще всего люди такого формата не умеют вот это разделять. И как сделать так, чтобы, во-первых, они не поубивали друг друга, когда они начинают взаимодействовать? Вообще возможно ли это? Как сделать это взаимодействие, ну, лайтовым, что ли, для обоих сторон? Хорошо. Вы знаете, конфликт, я так между собой мягко, ласково называю тех и других творцов и админов, он является природным конфликтом творческой организации. Ну, есть вообще конфликты, свойственные любой организации, да, потому что у каждого подразделения, например, есть свои задачи. Мы все вместе, это единый организм, но внутренних конфликтов при этом не сбежать. Ну, понятно, что бухгалтерия должна правильно посчитать деньги, правильно провести платежи, юрист следит за соблюдением законности, а там, например, какому-нибудь продуктологу очень важно создать хороший продукт, и для этого ему хорошо бы денег-то побольше, и вот он уже, конфликт с бухгалтерией как будто бы, да, возникает. А маркетологу этот продукт надо, соответственно, упаковать и продать, и для этого, будьте добры, продукт тоже должен быть хороший, еще и бюджет нужен на это продвижение. Еще один конфликт возникает. И в театре, помимо вот всех тех же конфликтов, да, которые мы сейчас обозначили, какой у любой организации есть, еще вот этот уникальный конфликт творцов и админов. А для кого же все это существует, и кто в театре на самом деле главный? Ну, говоря про внутрянку, да, не говоря про зрителя. И, вы знаете, так как я сейчас много работаю именно с внутренними коммуникациями в театре, я пришла к какой-то такой мысли о том, что надо найти какое-то вот это вот общее поле. И мне кажется, общее поле для тех и других заключается в том, что на самом деле все люди, работающие в театре, а театр, в общем, особая такая сфера с особым графиком работы, опять же, да, с этим высоким уровнем эмоциональности, с тем, что какие-то вещи, с одной стороны, плановые, а с другой стороны, нужны здесь и сейчас, потому что творческий процесс, он вот происходит здесь и сейчас. Театр все-таки, как бы, каких-то людей может принять, а может нет. Ты не идешь в театр, потому что там удобный график работает, потому что это, об этом смешно говорить, ты не идешь в театр, потому что большие, хорошие деньги, это же об этом, мы любим смеяться над этим моментом, ты идешь в театр за, может быть, и то, и другое, ну, и что-то еще. И вот этим чем-то еще мы все объединены. Иногда очень важно попытаться раскрыть и понять, а что это. И скажу по секрету, очень часто оказывается, и я к этому всегда подвожу команды, да, с которыми работаю, что мы все на самом деле творческие люди. Просто кто-то, да, у кого-то более проявленный именно вот такой талант, и он работает там на сцене, в зрительном зале, как режиссер, да, и другие специалисты творческих профессий, они работают так, а мы менеджеры. Мы также искренне, да, соучаствуем в создании спектакля не только своим аналитическим умом и нашими навыками, но еще и чувствами и сердцем. То есть мы и... То есть это соединение общих энергий, и в этом мы на самом деле близки. И когда мы заводим вот это понятие, что мы все творческие люди, мы объединены единой целью, тогда как будто бы этот конфликт чуть-чуть, он никогда не уйдет до конца, но он как будто бы чуть-чуть нивелируется. Ну, то есть и вот эта вот история, что я режиссер, я творец, я хочу сделать вот это, потому что это будет важно для людей, это будет вот интересно, и мы сейчас привлечем молодежь, потому что нам... и так далее, и так далее, и оно разбивается, заявление главного бухгалтера, денег нет. Все. Я вам даже так скажу, что на самом деле режиссер и творец, он часто говорят те вещи, о которых вы говорите, но давайте откроем секрет. На самом деле не так много творческие люди думают о тех, для кого они как будто бы это делают. На самом деле творческий человек приходит в театр реализовать себя, потому что Бог дал ему этот талант. Этот талант, каждый из нас должен найти свою реализацию, свое призвание, да, потому что мы все вообще-то рождены для того, чтобы быть счастливыми. И вот человек приходит, и вот у него есть какая-то идея, да и не думает он в этот момент про то, насколько это зайдет молодежи, и можно ли это продать по пушкинской карте, например. Он думает о других вещах, о том, что вот он что-то сейчас поймал такое, да, Бог макушку поцеловал, ой, какая классная идея, а если вот так, а если и так. Так что тут вообще вот такая штука. И, конечно, прежде всего он сталкивается с более практичным умом менеджера, который в свою точность как раз думает, можно ли это продать по пушкинской карте. И уже они вместе сталкиваются с историей про то, что вам могут сказать, денег нет, или мы не можем купить вам такую штуку, потому что по закону, ну, мы просто не проберемся через все эти, весь этот лабиринт, например, да. И вот тут они оба такие, о, что же делать. И тут-то начинается настоящая работа. И тут начинается настоящая работа, и сейчас набирает обороты такое понятие, как фасилитация, но, однако, понимаешь, не все знают, что это такое. Для начала давайте объясним, что такое фасилитация, и насколько она важна, нужна в театральной среде, в театральных коллективах с точки зрения, опять же, конечного продукта. Ну вот я, да, я занимаюсь как раз вопросами внутренних коммуникаций, и фасилитация помогает мне именно в этом. Я как бы тот человек, который завел это понятие в театральную сферу у нас в России, как так получилось. Вот, а так фасилитация, она много где используется. Изначально она использовалась в некоммерческой сфере, потом пришла в бизнес-технологии, но в России получилось наоборот. В Россию она пришла сначала в бизнес-сферу, а потом распространилась на все остальные. И фасилитация – это, ну, в общем-то, наука о групповой коммуникации. А фасилитатор – тот человек, который, имея определенные навыки, проводит группу, некое количество человек через этапы обсуждения так, чтобы все были услышаны, опыт каждого важен, говорим мы, мнение каждого важно, и чтобы все вместе пришли все к решению, которое максимально устраивает эту группу. А если каждый вложил частичку себя, свою энергию, то как будто бы уровень вовлеченности повышается, и люди дальше хотят реализовывать то, что они придумали на сессии. Вот, и, а так как у нас время такое, что сколько ни разговаривай, а какие-то вещи остаются непроговоренными, и все очень быстро меняется, и уже сегодня один-единственный человек, находящийся в позиции руководителей, не может все знать, все понимать, хотя вся ответственность лежит на нем, конечно, то, конечно, ему нужна команда, которая будет работать активно, вовлеченно, и в этом смысле вот эти фасилитационные практики помогают создавать именно такую команду. С точки зрения того, что потом в итоге получает зритель, во-первых, зритель может ли не замечать внутреннего конфликта в театре, или все-таки это профессионалы, которые собрались на сцене, сделали хорошо, а дальше там хоть трава не расти, либо все равно зритель страдает от этого всегда? Давайте скажем честно, зрители вот этой кровь, пот и слезы вообще создания спектакля никогда не видят, и он получает только продукт более высокого качества или не очень высокого качества, ну, потому что может не хватить таланта, можно не хватить денег, так по-честному-то, да, потому что в каких-то проектах финансовая составляющая может быть очень важна, если они какие-нибудь, не знаю, наполненные визуалом, предполагались красивой декорацией, да, и этого может не хватить. То есть зритель может в принципе, да, как бы получить то, что ему понравится, увлечет, или не получить, но это не будет зависеть от того, какие отношения в команде. Потому что даже в самых сложных ситуациях, тотальной нелюбви к друг другу, там, еще каких-то вещей, люди, когда выходят на сцену, они делают свое дело, вот. И на самом деле, конечно, это и хорошо, и плохо, потому что, а сколько за этим внутри личного несчастья людей, которые как будто бы призваны делать счастливыми других. Про это много книг написано, фильмов снято. Ну вот, если мы все-таки театр берем, как вот, как я изначально озвучила, как единицу, одну из основных единиц вот этой вот матрицы культуры, да, в стране, мы понимаем, что по большому счету за формирование, ну, во-первых, культурной прослойки, да, и какое-то мышление, ну, большого количества людей, отвечают другие люди. Другие люди, которые работают в театре, для которых это ежедневная, да, повседневная работа, к которой они, возможно, привыкли, вот как здесь? Как сделать так, чтобы эти люди были, скажем так, постоянно вот немножечко в приподнятом, скажем так, настроении, для того, чтобы они могли отдать, могли... Можно ведь сделать хороший проект, режиссер ведь может задумать классно, но при этом, если актеры выгорели, если внутри театра какая-то вот такая нездоровая история, если им не попалась Юлия Юдина, которая пришла там, всем мозг промыла, и все стало классно, да, ведь можно же это испортить, тогда люди просто не пойду, ну, пришли один раз на премьеру и сказали, что это такое, и всем рассказали, больше никто не пришел. Вот как этого избежать? Опять же, мы сейчас берем не один театр конкретно, по стране у нас их сотни, и я так понимаю, что проблемы-то плюс-минус, это достаточно серьезная проблема, конечно же, для всех, потому что, когда ты работаешь с собой, актер, режиссер, да, и другие специалисты творческих профессий, их рабочий инструмент – это они сами. И действительно, в отличие от механизмов, человек может, да, где-то устать, где-то поломаться, и это действительно есть понятие творческого кризиса абсолютно нормальное, да, когда не рождается идея. В таких случаях, конечно, выезжают на ремесле. Более-менее получилось, да, ну вот профессионал, и зритель даже может этого не заметить, но профессионал-то скажет, о, здесь у него что-то не пошло, если мы говорим про режиссеров, да, и это как бы так же, как и с писателями, да, с художниками, и это для них очень-очень болезненная история, и если честно, я бы, правда, мало кто понимал, что такое фасилитация, но так как у меня есть определенная, да, широкая известность в очень узких кругах, то меня уже приглашали, понимая, что я что-то делаю с людьми, с командами, и на самом-то деле я понимаю, что всем нужен психотерапевт, так вот, по большому счету, всем надо заниматься собой, должна быть какая-то вот эта внутренняя ментальная гигиена, ментальная гигиена души, это не менее важно, чем почистить зубы. Поэтому я бы скорее советовала всем это, и так получается, что приезжая вести сессию, ты вольно или невольно занимаешься и проработкой вот таких вещей, потому что, как бы, время такое, оно, а, все время меняется, б, постоянные какие-то вызовы, творческие люди вообще ко всему этому действительно относятся очень эмоционально, потому что они живут в мире образов и эмоций, да, они все воспринимают очень остро, например, если говорить про актеров, то это очень зависимая профессия, заметили тебя, не заметили, видят тебя режиссер в этом спектакле, не видят, а из этого твоя судьба складывается, да, либо счастливая, либо несчастливая, очень-очень все тонко. Поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы люди, кроме вот этого своего, и я очень хочу реализоваться, и поэтому я тут буду делать все, включая подсыпание битого стекла в балетке, да, и вот эта известная история, как конкурируют с собой балетные, да, конечно, хотелось бы, чтобы люди находили возможность заниматься своим внутренним благополучием и самим находить какие-то способы достижения счастья, кроме вот, ну, творчество для них все равно навсегда останется важным, безусловно. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим нашу беседу о театрах «Не переключайтесь». Итак, мы продолжаем нашу беседу с фасилитатором Юлией Юдиной. Вот до того, как включились камеры, мы разговаривали о том, что есть такая проблема, собственно, на уровне всей страны, как уменьшение классической театральной аудитории. В чем проблема, какую проблему вы видите, и пути решения есть ли они, нет, на ваш взгляд? На самом деле, то есть она, безусловно, есть, но если видеть в ней только исключительно катастрофу и считать, что что-то не так с этими людьми, что они перестают интересоваться театральным искусством, ай-яй-яй, что у нас с подрастающим поколением, что-то не так, то мы, конечно, себя сразу загоняем в позицию жертвы, в позицию непонятого, элитарного. Театр, конечно, все равно в какой-то степени элитарное искусство, потому что не все понимают язык театра, к языку театра надо привыкать с детства. Ну, безусловно, если родители не водили, дальше сложнее начать воспринимать все, что ты видишь на сцене. Но в целом надо просто принять тот факт, что пирамида информационного потребления изменилась. Технологии идут вперед, это никуда не деть. У нас у всех в руках целый мир, и нам проще всего получить оттуда информацию. Она стала более таких лаконичных форматов. Она, это больше всего видеоинформации. И пирамида потребления у современных детей, она именно такая. Сначала короткое видео, далее более длинный видеоконтент, дальше могут быть какие-то еще другие носители, и среди всего этого может оказаться и театр. Где-то там в конце. Да, но в конце это не значит в последнюю очередь. Да, это просто, это может быть человеку интересна та или иная тема, и она его так захватит, что он и в театр придет. А может случиться наоборот, как очень часто и случается. Совершенно случайно человек попадает в таком нежном возрасте в театр, его что-то потрясает, и это навсегда становится главным способом восприятия реальности. Поэтому, конечно, мы и говорим про то, что надо смотреть на молодежь, надо смотреть на детей, но и с позицией мы сейчас заставим и приведем. Это не работает. Раньше, мне кажется, вот это вот общая, да, это важные мысли, я иногда ее забываю проговаривать на лекциях, мне кажется, что раньше позиции театра по отношению к зрителю и, соответственно, все его коммуникации в отношении зрителей были серии. Ну, добро, пожалуйста, да? Я где-то наверху, я такой особый. Ну, приходи, еще вопрос, достойный ли ты быть, да, у нас. А мне кажется, что время изменилось настолько, что театр должен сделать так, пойдем, смотри, что у меня есть. Потому что очень большой выбор всего. И для кого-то релиз любимого сериала – это я – будет важнее премьера в театре, честно говоря. Даже для меня, профессионала театра. Как тренер, который бывает в разных городах, видит разные театры, с разной структурой управления, в принципе, с разным построением этой организации, какие проблемы вы видите? Есть ли разница в регионах? И что вообще происходит на Дальнем Востоке с театрами? Ну, глобально, какие проблемы, конечно, есть у всех. Большая часть театров – это бюджетные учреждения культуры. И на бюджетные учреждения культуры, конечно, накладываются определенные ограничения, связанные с расходованием бюджетных средств. И это абсолютно правильная позиция, потому что государство действительно должно рачительно относиться к своим средствам и распределять их правильно. И, соответственно, все организации тоже. Но творчество – это же такой непредсказуемый процесс, его в полной мере никогда нельзя обсчитать заранее, хотя мы сейчас уже максимально стараемся это делать. И бывают моменты, когда вот нужно что-то, какой-нибудь антикварный ковер, его легче пойти и на блошином рынке купить, но ты не можешь себе этого позволить, потому что есть определенные ограничения юридического свойства бюджетной организации. И это вот такая… Ты должен сделать хорошо какой-то классный творческий проект, пойти за фантазией творца, но при этом ты должен остаться в русле законов. Это самое главное. Вот здесь не один… Здесь все театры в равных условиях, а условия могут отличаться в зависимости от региона, потому что где-то мы живем по федеральному законодательству, а где-то по местному, региональному. Я здесь, к сожалению, не знаю нюансов Хабаровского края, но тут могут быть свои особенности. Но вот как раз здесь очень много фотографий с одного мероприятия, в котором я являюсь модератором. Это Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров, это сообщество менеджеров России. Там где-то раз в год-полтора мы собираемся в Москве на пять дней и обсуждаем все актуальные практики. Поэтому это даже не форум, а фестиваль. Как на фестиваль приезжают разные коллективы, так и здесь и разные формы театрального искусства показывают, так и здесь мы обсуждаем все, связанное с театром в разных его формах. И вот как бы так мне посчастливилось быть человеком, который всегда сидит на сцене, все слышит, как будто бы все знает, объявляет у всех коллег, которые выступают. И кажется, что мы в этот момент делаем очень-очень важное дело, помогая всем, оставаясь в русле законности, тем не менее совершать какие-то творческие подвиги. Вот это как бы главная проблема, такая повседневная, про которую говорят всегда все менеджеры. Но есть, конечно, и проблема творческих смыслов, потому что мы все понимаем, что, ну, опять же, являясь государственными организациями, мы понимаем, что государство, выделяя нам деньги, ждет от нас что-то в ответ и ставит какие-то перед нами определенные задачи. И повторюсь, уникальность театра и еще некоторых видов исполнительских искусств заключается в том, что мы смыслы доносим через эмоции. И это происходит в живом контакте человека с человеком. В кино тоже могут быть эмоции, конечно же, и через это смыслы. Но здесь живой контакт от живого человека к живому человеку. И кажется, что только так, там, не знаю, истинные ценности, базовые смыслы, вот это вот очень абстрактное понятие патриотизма. Да? Вот оно же... Ну, это слишком общие слова, да? О том, а что значит... Вот можно просто говорить, ты должен любить свою родину, да, ты должен, как бы, быть верным своей семье и прочее. Но слова остаются словами, пока не подключились эмоции и образы. А когда у тебя на глазах происходит то, как именно люди любят свою родину, как они умирают за нее, там, в спектакле «Азори» здесь стихи. А желательно, чтобы не только умирали, но и жили, да, счастливо жили, трудились во благо своей родины. Еще такие бы спектакли неплохо ставить. Потому что у нас патриотизм очень часто воспринимается, как только что-то связанное с войной. Да, военный патриотизм. А есть еще патриотизм в мирном времени, когда мы живем на своем... Вот где я родился, там и сгодился, но только не в негативной коннотации, а в позитивной. Я родился здесь, я выбрал жить здесь, и я хочу, чтобы здесь продолжали жить мои дети, а значит, я должен сделать так, чтобы здесь было хорошо. И вот это, все эти вещи... Вот я говорю, у меня мурашки. А для меня мурашки – это признак истинности, того, что это правда имеет значение. И вот все эти вещи до других людей очень круто можно донести именно через искусство и через театр. И вот мне кажется, что это очень важно, что мы сейчас все об этом задумались, да, безусловно, как бы нам государство-то расследует, что, ребят, пора бы вам подключиться к этим темам, и мы сами задумывались о том, что... А для чего мы существуем действительно? Мы – это осмысленный досуг, скажем так, да? Ну, люди же в свободное время приходят в театр. Такое осмысленное времяпрепровождение, которое должно привести человек каким-то выводом к лучшей жизни. Поэтому я прям вижу в этом такую очень серьёзную цель всего профессионального театрального сообщества. Ну и тут, наверное, важно, что этот осмысленный досуг, опять же, человек делает выбор на сегодняшний день из множества разных вариантов, куда ему пойти. Условно, это может быть театр филармонии, это может быть зависание в телефоне или ещё что-то, что-то, да? Это всё осмысленный досуг, так или иначе. Да, так или иначе. И, кстати, да, и вот это очень важный момент, что мы являемся... То есть, с одной стороны, мы творческий организм, да, где что-то такое происходит. Мы разговариваем, да, с Богом какие-то, да, создаём смыслы. Мы в то же время бюджетное учреждение культуры, живущее по определённым законам. Или даже, пусть хорошо, независимый театр, да, живущий в форме, не знаю, автономной некоммерческой организации, тоже по определённым законам экономической и хозяйственной деятельности. И мы в то же время игроки рынка свободного времени, у которого есть свои законы. Игроки рынка свободного времени должны уметь достучаться до... Да? До клиента, простите. Да? И сделать так, чтобы он захотел прийти именно к ним. Поэтому я не просто так сказала, что в день релиза любимого сериала ещё большой вопрос, куда пойдёт человек, даже культурное образование. Может быть, сериал любимый смотреть, да, если это какое-то очень крутое кино. Или он пойдёт на премьеру в театр. И здесь есть свои законы, маркетинга, всего вот этого остального. И с этим надо учиться жить, а не делать вид, что, боже, это не имеет к нам отношения, театр-храм. Вы должны, как бы, ещё быть достойными, чтобы войти в наши двери, нашего дома с колоннами. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Юлия Юдина, фсилитатор, эксперт по коммуникациям в области культуры. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир вы можете посмотреть на нашем сайте хабаровск.тв.ру. Я, Виктория Закова, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...